МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 3,6 миллиардов рублей планируют направить на меры по обеспечению социальной политики на территории Ненецкого округа в 2021 году. В регионе продолжается работа над бюджетом следующего года. На развитие агропромышленного комплекса в Ненецком округе будут выделены федеральные средства порядка 94 миллионов рублей. Детский парк «Кванториум» открыли в нашем регионе. Он создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Руководителем депутации Госдумы в Северном Совете стал Сергей Коткин. Соответствующее решение было принято 9 ноября 2020 года. На заседании Совета Государственной Думы подписано ее спикером Вячеславом Володиным. Сергей Коткин введен в состав депутации в связи со сложением полномочий депутатом Государственной Думы Григорием Литковым и назначен руководителем депутации Государственной Думы в постоянной делегации Федерального собрания в Северном Совете. В нынешней сложной международной ситуации сотрудничество по линии Северного Совета – это очень важное направление, отметил в телефонном интервью Сергей Коткин. Те вопросы, которые решаются на Совете, это касается уже не только Нинецкоавтономного округа и его жителей, а всей Российской Федерации. Безусловно, нам нужна разрядка международной напряженности, добрые отношения с нашими северными соседями. Ведь сегодня все арктические государства объединяют проблемы дредние и те же. Прежде всего, это вопросы территории, я имею в виду, это хребет Ломоносова, Менделеева, по канинентальному шейфу, экология, глобальное потепление, поддержка коренных малочисленных народов, сохранение биоресурсов, судоходства. Кроме того, Сергей Коткин отметил, что встречаясь с парламентариями северных стран не избегают острых проблем, открыто их обсуждают. Мне как-то уже приходилось не один раз принимать участие в работе международных организаций. Я бы, наверное, отметил, что арктические государства в этом отношении показывают пример конструктивного взаимодействия. Встречаясь с парламентарией северных стран, мы не избегаем острых проблем, всегда открыто обсуждаем на площадках все вопросы, которые нас волнуют и беспокоят, прямо глядя друг в друга в глаза. И удается, в общем-то, находить точки соприкосновения. По мнению парламентария, необходимо использовать любые возможности, чтобы разрядить международную напряженность и налаживать добрососедское сотрудничество. Поправки в бюджет этого года и на плановый период 2021-2022 годов приняли депутаты городского совета на 16-й внеочередной сессии. С информацией по бюджету выступила начальник управления финансов муниципального образования Марина Захарова. Показатель доходной части в 2020 году увеличится более чем на 12 миллионов рублей. Это связано с увеличением безвозмездных поступлений из окружного бюджета и налоговых и неналоговых поступлений городского бюджета. На эту же сумму увеличатся расходы муниципалитета. Из полученной суммы деньги направят на обустройство пешеходной зоны в городском парке в районе улицы Юбилейная. Часть средств пойдет на обеспечение деятельности компании управления городского хозяйства. В части с изменением типа учреждения. Также деньги будут направлены на реализацию мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и организацию мероприятий по обеспечению комфортных условий для проживания и отдыха горожан в зимний период. 3,6 миллиардов рублей планируют направить на социальную политику в 2021 году. На заседании комиссии по социальной политике регионального парламента рассмотрели расходы Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа. На следующий год предлагается утвердить расходы в сфере здравоохранения в размере более 5 миллиардов рублей. Сумма, конечно, очень большая. Финансирование предусмотрено в рамках девяти государственных программ Ненецкого автономного округа. Среди них развитие здравоохранения, социальная поддержка граждан, содействие и занятость населения и старшее поколение. Большая часть денежных средств будет направлена на социальную политику почти 3,5 миллиарда рублей. Эта статья расходов включает в себя пенсионное обеспечение, социальное обслуживание населения, охрану семьи и детства. Меры социальной поддержки учтены в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. При этом, как отметили депутаты, не предусмотрена индексация социальных выплат в соответствии с окружными законами. В частности, не предусмотрены гарантии по ежегодному увеличению денежной выплаты лицам, больным сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями и донорам крови. Итогом обсуждения стали рекомендации в адрес администрации округа с просьбой пересмотреть структуру профильного ведомства и смету на его содержание. Также необходимо будет предусмотреть штатное расписание окружного противотуберкулезного диспансера и привести его в соответствии с окружным законом. Также депутаты обратили внимание на организацию питания в медицинских учреждениях. Их стоимость за последние годы возросла, а качество осталось на прежнем уровне. Парламентарии предложили предоставить расчеты по организации питания собственными силами медучреждений. По мнению законодателя, необходимо проработать вопрос по привлечению средств из федерального бюджета на ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в Харуте и Красном. Лекарственную помощь решили оказать жителям населенных пунктов члены регионального отделения партии «Единая Россия». Через свои первичные организации в муниципалитетах партийцы выяснили, каких именно лекарств и в каком объеме не хватает жителям села. Жаропонижающие, противовирусные, обезболивающие препараты, которые можно приобрести без рецепта, были закуплены на членские взносы и сейчас отправлены в села. Лекарственные препараты собраны и ожидают отправки в населенные пункты округа, доставят их на места на Ринмарский авиаотряд. Всего 13 населенных пунктов, среди них Ома, Оксина, Нижняя Пеша, Бугрино, Шойна, Тельвиска, Выучейский, Харута, Макарова и другие. Когда мы принимали решение о том, какие лекарства закупать, обратились к главам и фармацевтам населенных пунктов и, соответственно, по их заявкам получили определенный список лекарств. Не все мы смогли купить, потому что часть препаратов рецептурные, а для того, чтобы их приобретать и торговать, или передавать кому-то, нужно иметь лицензию. Естественно, у партии лицензии нет. Поэтому мы не стали вступать в юридический конфликт и приобрели только безрецептурные препараты. И части препаратов в ассортименте мы здесь в городе не нашли. Поэтому, чтобы не затягивать, исходили из того, что у нас есть в наличии. Ну и, соответственно, думали о том, чтобы не оголить запасы ненецкой формации, у которой мы все это приобретали. Лекарства будут находиться в ФАПах и у медиков сельских амбулаторий. В случае отсутствия в сельской аптеке нужных препаратов, врач бесплатно будет выдавать их больным. Помочь нуждающимся в период пандемии может каждый. В разные формы помощи. Волонтеры оказывают помощь тем, кто находится на самоизоляции или приболел. Мэр города уделяет автомобиль, чтобы развозить лекарства. Администрация уделяет автомобиль, чтобы возили врачей по домам. Сейчас больше вызовов на квартиры, чем люди уходят в поликлинику. И мы продолжаем эту работу. Также автомобиль выделил собрание депутатов. И приглашаем к работе всех людей, всех желающих. Есть разные формы помощи. Людям оказалось, что в сложной ситуации. К помощи людям и медикам подключились депутаты всех уровней. Спикер собрания Александр Лутовинов и его заместитель Максим Арбузов передали в виде взносов на приобретение необходимых препаратов и средств в месячные заработки. На эти деньги еще летом были закуплены цифровые термометры для всех населенных пунктов округа. Партии и депутатами приобретались и распространяли средства индивидуальной защиты. Фирма «Грас» передала большой запас дезинфицирующих средств, которые раздавались волонтерам для работы, передавались в селы и учреждения. На развитие транспортной системы округа в следующем году направят 4,6 миллиардов рублей. Этот и другие вопросы обсудили на заседании комиссии по экономической политике и бюджету в рамках рассмотрения проекта окружного бюджета на ближайшие три года. В целом расходы Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненинского автономного округа запланированы в размере 8,3 миллиарда рублей. Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта является ответственным исполнителем четырех госпрограмм округа с исполнителем по двум программам и участником еще 12 окружных госпрограмм. Наибольшая сумма запланирована на реализацию программы развития транспортной системы Ненинского автономного округа 4,6 миллиардов рублей. Из них почти 3,2 миллиарда рублей пойдет на развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. На автодорогу Наринмар-Усинск предусмотрено 2,9 миллиардов рублей за счет средств федерального бюджета. На реконструкцию автодороги город Наринмар-поселок Искатели запланировано порядка 34 миллионов рублей, в том числе 25 миллионов рублей с федерального бюджета. Хочу сказать, что на следующий год у нас все городские дороги будут переданы в город и они будут содержать эти дороги, а остальные дороги будут содержаться нашим департаментом в том числе. Дальше мы живем в условиях Крайнего Севера, поэтому, конечно же, необходим зимник, который ждут многие горожане. На следующий год уже проведен конкурс и сумма конкурса составит где-то 77 миллионов. Финансирование будет предусмотрено и на зимник по дороге на Тельвиску. По итогам обсуждения профильному департаменту поручено до 15 декабря проработать вопрос по возможной корректировке проекта реконструкции дороги до Искателей. 147 миллионов рублей будет направлено на приобретение жилья для сирот, 25 миллионов на завершение строительства четырех домов на Варнике. Предусмотрены средства в размере 600 миллионов где-то на приобретение, вернее, для того, чтобы закрыть контракты, которые у нас уже имеют место быть. Будут закрыты эти все контракты, там должно быть практически 829 квартир. И предусмотрены также средства с фонда реформирования ЖКХ на следующий год в размере 390 миллионов. Это новое строительство в том числе. Предусмотрены средства не в большом, конечно, размере на снос аварийного жилья. Большой объем финансирования в бюджете 2021 года предусмотрен на строительство социальных объектов. Расходы на эти цели предусмотрены в рамках государственных программ по развитию образования культуры, физической культуры и спорта, реализации государственной молодежной политики, патриотического воспитания населения, социальной поддержки граждан, формированию современной городской среды. Например, запланировано строительство школы в Нельминосе. Планируется завершить строительство яслей в селе Нейсь. Предусмотрено строительство двух яслей-садов в городе Наринмаре, а также проектно-сметная документация для строительства детского сада в Харивере. Мы в Харивере уже не один год говорим о том, что необходимо начать строительство, но необходимо ПСД. Поэтому на следующий год предусмотрены суммы на ПСД. Большой объем заложен на строительство школы в Искателях. Это практически на три года миллиард девятьсот. Двадцать пять процентов из них составляют средства федерального бюджета. Также в Искателях на следующий год у нас заложены средства на ПСД, на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, а также ДК. Субсидии на перевозки различными видами транспорта, в том числе муниципальным транспортом. Хочу отметить, что у нас с четырнадцатого года существует такая поддержка для жителей до 25 лет и старше 50 лет, которая оплачивает стоимость проезда с населенных пунктов до города и обратно в размере 50%. Также предоставляются субсидии этим департаментам для того, чтобы обеспечить осенне-зимний период. Мы живем в условиях Крайнего Севера. Это крайне необходимо. Еще один вопрос, рассмотренный на комиссии, касался тарифов северожилкомсервисом. Депутаты предложили проверить правильность формирования тарифов предприятиям. По мнению парламентариев, они превышают аналогичные тарифы в других регионах 10-15 раз. Одним из решений по снижению стоимости услуг по обращению с ТКО могло стать увеличение срока накопления мусора на площадках с 11 до 36 месяцев. Предложение неоднократно обсуждалось, в том числе в начале 2020 года в рамках Дней Ненецкого округа в Совете Федерации. Собрание депутатов выходило с законодательной инициативой в Госдуму. Администрация Ненецкого автономного округа направляла соответствующие запросы в федеральные ведомства. Однако предложение не было поддержано, так как такое длительное хранение ТКО противоречит экологическому законодательству. Депутаты предложили обсудить обоснованность тарифов северожилкомсервиса на отдельном совещании с привлечением большего количества участников, которое проведут после получения подробной информации от профильных департаментов. На развитие агропромышленного комплекса в Ненецком округе будут выделены федеральные средства. Благодаря софинансированию общий объем поддержки сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в 2021 году составит порядка 94 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе заседания профильной комиссии окружного парламента. На гранты семейно-родовым общинам коренных малочисленных народов севера в следующем году выделят 5 миллионов рублей. Максимальный размер гранта 300 тысяч рублей. Кроме того, еще полтора миллиона рублей предусмотрено на реализацию оленеводам и чумоработницам дров для отопления кочевого жилья по льготной цене. С учетом сложности, которая складывается с финансированием в следующем году, мы наблюдаем недофинансирование ряда статей. Основные расходы, конечно, сохраняются. В первую очередь, это на 100% сохранены субсидии на поддержку оленеводства, молочного животноводства. То есть, хозпроизводители получат финансовые средства, запланированные в полном объеме. Кроме того, в бюджете предусмотрены субсидии и гранты социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере развития межнациональных отношений или представляющим интересы коренных малочисленных народов севера. На эти цели направят 818 тысяч рублей. Максимальный размер гранта составит 250 тысяч рублей. Еще 500 тысяч предусмотрено для НКО на организацию их деятельности. Также депутаты предложили предусмотреть средства на гранты некоммерческим организациям на выполнение социальных проектов и на субсидии местным бюджетам на реализацию проектов по поддержке местных инициатив. На 2021 год на эти цели финансирование не предусмотрено. Недофинансированные на следующий год планово остаются пока еще расходы, связанные с компенсацией доставки продукции в отдаленные населенные пункты. Это вопрос очень серьезный. В седании у нас присутствовали руководители потреб общества. Все и депутаты единогласно высказали за то, что нам в следующем году эту субсидию обязательно нужно сохранить, для того, чтобы поддержать жителей населенных пунктов, для того, чтобы не допустить повышения цен на продовольственную продукцию и для того, чтобы все продукты необходимые были в полном объеме, чтобы не допустить ни в коем случае срыва завоза продуктов питания в эти отдаленные пункты. Вместе с тем, по словам руководителя Департамента природных ресурсов экологии агропромышленного комплекса Ненецкого округа Альберта Чебдарова, в 2021 году увеличится объем федеральной поддержки сельхозпроизводства оленеводческих хозяйств. Речь идет о компенсирующих субсидиях на поддержку племенного животноводства и возмещении части затрат по наращиванию поголовья северных оленей сельхозпроизводителям, крестьянским фермерским хозяйствам, СПК и акционерным обществам. Депутаты также предложили ни в коем случае не выделять субсидии, и, к сожалению, в прошлом году эти случаи были не выделять субсидии на поддержку сельхозпроизводителей из других регионов, для того, чтобы эти случаи исключить. Благодаря софинансированию с федерального бюджета общий объем поддержки в 2021 году составит более 94 миллионов рублей. Для сравнения, в 2020 году из федерального бюджета выделено 22 миллиона рублей, и общая сумма составила 35 миллионов рублей. Увеличение финансирования стало возможным благодаря совместной работе регионального собрания депутатов и администрации округа. В собрании депутатов обсудили расходы в сфере образования. В рамках работы над окружным бюджетом на 2021 год на комиссии по вопросам образования, культуры и спорта депутаты обсудили вопросы финансирования профильного департамента и образовательных учреждений округа. Парламентарии высказали ряд рекомендаций по финансированию объектов сельских населенных пунктов. В частности, Наталья Кордакова предложила департаменту рассмотреть возможность финансирования и ремонта библиотеки в поселке Красное и устройство спортивной площадки в Харуте. Кроме того, депутат отметила, что для капитального ремонта социально значимых объектов населения необходимо активнее привлекать федеральные средства. Вице-спикер окружного собрания Матвей Чупров сообщил о проблеме отсутствия компьютеров для работы в детских садах. Также он заявил о недопустимости сокращения бюджетных мест в профильных образовательных учреждениях округа. Татьяна Федорова акцентировала внимание на сокращении незанятых вакансий в Департаменте образования, культуры и спорта и бюджетных учреждениях Ненецкого автономного округа. На отдельном совещании депутаты планируют обсудить расходы на содержание охраны в сельских образовательных учреждениях, финансирование ремонтных работ и питание учащихся. Члены молодежного парламента при собрании депутатов Ненецкого автономного округа вместе с коллегами со всего Северо-Запада обсудили актуальные законодательные инициативы и проекты в сфере молодежной политики. Заседание школы молодых законотворцев прошло в онлайн-режиме. 13 молодежных парламентских организаций Северо-Запада обменялись опытом. Подискутировали на тему «Настоящее будущее молодежного парламентаризма». Мы рассказали об опыте внесения закона об образовании Ненецкого автономного округа, и именно это социальные гарантии молодых педагогов. А также мы рассказали о том, что мы собираемся в первом квартале 2021 года внести на рассмотрение собраний депутатов законопроект об ограничении продажи энергетических безалкогольных напитков лицам до 18 лет. Отметили именно наши регионы, что у нас молодежный парламент начинает, так сказать, расти. Мы выходим с серьезными законотворческими инициативами, и что немаловажно, депутаты, собрания депутатов поддерживают все наши начинания и поддерживают те законотворческие инициативы, которые мы вносим. В Ненецком автономном округе открыли детский технопарк «Кванториум». Он создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. В торжественной церемонии открытия технопарка приняли участие губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный, сенатор Российской Федерации от Ненецкого округа Римма Галушина и председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов. Миша Пластинину всего 13 лет, но он уже точно решил, что станет архитектором. Приблизиться к мечте помогает 3D-моделирование, которым он занимается уже год. За это время было выполнено несколько работ в процессе проекта «Квартиры» и даже 3D-модель Нарьинмара. «Я считаю, что 3D-моделирование будет очень востребованным в будущем. И большинство профессий как раз будут связаны с 3D-моделированием. И поэтому это еще очень интересно для меня». Квантуриуме будут работать кружки по семи направлениям. И, несомненно, сердцем всего технопарка считается именно хай-тек-квантум. Здесь есть все, чтобы реализовать любую идею. «У нас в мире технологии такой темп, что нужно максимально сокращать время от идеи до прототипа, до какого-то прототипирования модели. И вот хай-тек как раз наш технологический квантум, где они могут, если утром пришла идея какая-то, что-то сделать, он может быстро это смоделировать и на 3D-принтере тут же напечатать». Компьютеры, 3D-принтер, лазерный гравер, хай-тек-квантуме – только самая современная техника, которая используется на производстве. «Это тоже очень крутой фрезерный станок. Это, наверное, один из самых дорогих наших приобретений. Тоже фрезерный станок, полностью автоматизированный. То есть изначально задается какая-нибудь программа с моделью, запускается сюда, и машина уже полностью, автоматически подбирая определенные насадки, делает без управления человека абсолютно». Стык инженерии и искусства промдизайн «Квантум». Сюда закупили самые современные графические планшеты. Интерактивные доски и компьютеры на этом оборудовании наставники будут помогать кванторианцам учиться думать о вещах в другой проекции – проекции будущего. «Здесь обучающиеся будут проектировать, создавать новые обыденные вещи повседневной жизни, то есть какой-то под новым форматом, под новым углом уже, более творческие, с таким немножко инженерным укладом. То есть такая эстетика и инженерия здесь. Также у нас ребята здесь будут учиться создавать сцены, персонажи в 2D, 3D пространстве. У нас есть аппаратура для того, чтобы, например, распечатать их, чтобы можно было уже потрогать или же анимировать их». «Ванториум» – это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацеленная на подготовку новых квалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. «В IT-Квантуме с детьми мы будем изучать объектно-ориентированный язык программирования Python или Python. Сейчас он самый динамичный и популярный, самый востребованный – это язык программирования. Я думаю, что он еще будет очень долгие годы занимать лидирующие позиции, поэтому сейчас его изучать не поздно». Работа в «Кванториуме» выстроена так, что детей учат учиться. То есть наставники не передают ребенку только лишь накопленные знания, а учат его задавать вопросы, работать с большим объемом информации и верифицировать ее. «Мы изучаем на самом деле не только саму робототехнику, не только механику какую-то. Тут у нас есть все – и физика, и информатика. Ребята учатся, во-первых, строить роботы, какие-то механизмы. Они учатся программировать микроконтроллеры, которые управляют этими роботами». «Мост Леонардо», «Закон Архимеда» и другие прикладные примеры некоторых физических законов можно увидеть в интермузее. Кроме учебных помещений, здесь оборудована и шахматная гостиная. Детский технопарк «Кванториум» – федеральная сеть детских технопарков, где дети получают дополнительное образование. Это уникальная среда для ускоренного развития детей по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. «Я в полном восторге. «Кванториум» – это какое-то маленькое чудо. И дети совершенно счастливы, потому что то, куда они попали, – это маленькая сказка. Мы, взрослые, об этом могли только мечтать. Если вы видели, какие современные технические средства, настолько увлекает, что, мне кажется, даже те, кому далеко за 18, с удовольствием бы пришли сюда и занимались». Председатель окружного парламента Александр Лутовинов отметил, что создание «Кванториума» – это новая образовательная культура и огромный шаг на пути к всестороннему развитию детей. «Задача «Кванториума» – набраться знаний, навыков, умений, которые позволят молодежи их применять в своей дальнейшей деятельности. Это очень важно в своей дальнейшей профессии. Поэтому мы с радостью говорим об этом и говорим о том, что это наше новое достижение. Это вложение в человеческий капитал, который является основополагающим для того, чтобы наша страна, наша малая родина решали те большие задачи, которые перед ней стоят. Поздравляю! Технопарк рассчитан на возрастную категорию от 10 до 18 лет и предусматривает ежегодное бесплатное обучение на постоянной основе не менее 800 детей. Набор «Детский технопарк «Кванториум»» продолжается. Достаточно просто заполнить форму на сайте навигатора дополнительного образования. Политстартап в преддверии большого электорального цикла пройдет во всех субъектах России. В региональном отделении партии «Единая Россия» стартовал прием заявок на участие в кадровом проекте. Он поможет региональным политикам заявить о себе и принять участие в призвыборной кампании в разной уровне власти. Участникам ежегодного политстартапа, который партия с 2018 года проводит в регионах, могут стать молодые люди старше 21 года. Проект помогает выявлять кадры и растить молодых политиков для участия в выборах различного уровня. В 2018 и 2019 годах партийный проект начал свою работу. И на протяжении этих двух избирательных циклов участниками более полутора тысяч по всей стране кандидатов было. Из них 87 кандидатов завоевали мандаты депутатов разного уровня – муниципального, регионального. Кандидаты работают с наставниками, проходят обучение по специальным образовательным модулям, которые позволяют сформировать политические навыки. После чего каждый может принять участие в предварительном партийном голосовании, а в случае победы на этом этапе в избирательной кампании. Благодаря политстартапу за два с половиной года более двух тысяч человек стали депутатами разного уровня в регионах. Наша задача – не просто найти эту молодежь, а найти эту молодежь, привлечь к этим проектам и развивать это направление. Именно помогать молодежи найти, даже не побоюсь этого слова, наверное, осознание себя, конечно же, в лоне партии «Единая Россия». Надо отметить, что в Ненецком округе данный партийный проект имеет большой отклик среди населения. Следующий выпуск программы «Законодатели» выйдет в понедельник, 23 ноября на телеканале «Север». Следите за событиями вместе с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok